Привет, я Ася, и сейчас будем слушать новый альбом Big Baby Tape, называется Warsqua. Я сразу скажу, с творчеством этого исполнителя не знакомо, поэтому камнями меня не забрасывайте. Но это не значит, что я не хочу познакомиться, очень даже хочу. И не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам всё понравится. Поехали! Первый трек называется Dying to Life, и как-то то ли грустно, то ли символически, пока непонятно. Субтитры делал Dying to Life Подождите, я тоже в школу пошла в 2005, мы, получается, одногодки. В общем, честно, мне немножко тяжеловато сразу на слух уловить всё. Я думаю, надо будет ещё потом отдельно для себя текст почитать. Но вот как-то я не понимаю, всё-таки грустно или всё-таки символично. Я умираю, чтобы жить, им это не объяснить, и я умру за этот щит, а это значит, что я жив. Пензер катает этот бит, помолился и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить, я умираю, чтобы жить. Пензер на бите, были на плите, они пласнут тот день, когда я по роде. Я лдовщик, рак, шок для меня. Сделать длинный путь могу лить на булпе, нё. Сегодня я не пью, встречу на интервью. Да, им нужен тейп, и я им вода ю. Соберну новый вид. Может быть, это всё-таки символично, я смею предположить. И это о том, что иногда для того, чтобы очень сильно измениться, изменить свою жизнь и своё окружение, нужно... Ну, как бы это грубо не звучало, убить старого себя. Но так иногда бывает. Субтитры сделал DimaTorzok И бросить флипы, делать эти милы. Это моя стиси, бэйби, на мне глиззи, пора ей, ёбну, глиззи. Я оставил блистер, не кидаю тридцать. Бензер генг офишер, Дани Гуськов министр. Я про деньги, мистер, я про деньги быстро. Автомат, транслейдер, у него есть хуи сиськи. Я умираю, чтобы жить. Им это не объяснить. И я груза, это щит. А это значит, что я жив. Бензер катает этот бит. Помолился, и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить. Я умираю, чтобы жить. Ну, во-первых, мне очень понравилось по минусу, и мне кажется, он, в принципе, под смысл подходит очень сильно. Я, кстати, заметила в последнее время, что многие берут себе исполнителей такую тенденцию брать старые минуса, но которые очень популярны, и переделывать их под себя. И это круто. Почему? Потому что исполнители новые, стиль новый, а минус вроде бы старый. Но это всё как-то так гармонично сливается и так классно звучит. Мне очень нравится. И я всё-таки склоняюсь, что это символично, потому что он весь трек рассказывал о том, как он именно проходил свой жизненный путь, как он менялся, какой он стал сейчас. И да, это точно про это. Кстати, начинаем слушать второй трек. Lo Siento называется. Всё. А это когда ты мешала? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, во-первых, мне кажется, все стоматологи сейчас порадовались, потерли ладошки, бесплатная реклама виниров. Ну, окей, это шутки. В целом, как-то, знаете, это лаконично звучит после прослушивания первого трека, где он говорил, как он менялся, да? И сейчас уже сразу он рассказывает о том, как он именно сейчас живёт, как он кальфует и как у него всё хорошо. Ну, замечательно, раз так. Иногда я думаю, что я самый горячий в мире, иногда я думаю, что я думаю, лишь осырье. Нет, мы не похожи с ними, район меня одними. И я иду вперёд, мой белый небо, это лимит. Я сру на индустрию, в туалете много платьев. Не буду помогать им, фактбой не мой приятель. Сейчас нам много платьев, когда они нас видят. Раньше я носил камни, я превратил их в Виви. Половец, голый, новелый хочет себе рейк. Я гоняю с Нолом Брэй, мне не нужен сейф. Уненённый клип, рейк, о, бэйби кей. Я не могу сарай, да это был хороший день. Половец, голый, новелый хочет себе рейк. Я гоняю с Нолом Брэй, мне не нужен сейф. Уненённый клип, рейк, о, бэйби кей. Я не могу сарай, да это был хороший день. Так, это уже начало третьего трека Кейстуза Сити, но по поводу второго трека я даже не знаю, что сказать, но мы послушали про будни рэперов, про их настоящее, то как они живут, то чем живут, ну классно, наверное, но по биту, кстати, прикольно, мне понравилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, а слушать трек за треком немножко так сложновато, я не привыкла к такому, честно говоря, все немножко перемешивается в голове, но пока что я успела ловить, судя по переводу, это ключи от города, и я так понимаю, что он здесь говорит о том, что, естественно, они начинали с низов, так сказать, и потихоньку-потихоньку поднимались, и я слышу про осуждение этих людей, которые что-то нелестное говорят в их сторону, я так понимаю, но в случае пик-по-пи-тейпа. И я думаю, что здесь еще идет речь о рисках. Ну, то есть в любом случае, когда ты выбираешь себе творческую профессию, то ты, скорее всего, чем-то рискуешь, тебе приходится бросить все насущные дела, скажем так, и попробовать, попробовать найти своего слушателя, рискнуть. И у них получилось всей бандой, как он говорит. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, слушайте, конечно, зимой будем слушать этот альбом, двигаться, качаться, и будет намного теплее, естественно. И переходим к четвертому треку, называется... Тверка? Надеюсь, правильно сказала, если нет, то поправьте меня в комментариях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала я подумала, что горячо, это типа горячо, это он реально считает классным, а сейчас после куплета, где он осуждает, ну, скажем так, меркантильных девушек и женщин, он как будто бы этого стебывает, типа горячо. Но на самом деле это не есть классно. Это горячо, типа это горячо. Ее, хоу, ее, хоу, клуб под ногами стол. Кинь свою жопу вниз и помой ей пол. Передай мне кроп, передай мне рок. Отсоси меня, потом соси моего бро. На трапе киллышки даю айкиро. Мой брат килл, а теперь на нас тыло. Прямо с района я из Москвы киров. Ну, напишите в комментариях, любите ли вы вообще сам по себе тверк. Это во-первых, а во-вторых, будем надеяться, что Big Baby Tape найдет все-таки свою дуалипу и будет сочинить треки о ней. Жидыш в моем юлике, даже когда темно. Это горячо, типа это горячо. Чинют а на заклад, потом тр residят и дерьмо. Это горячо, типа это горячо. так и это получается начало пятого трека 4 на 4 интересное название а а мне нравится прям этот трек мне кажется даже больше чем все остальные он как-то так настроение поднимает почему-то хочется под него улыбаться и это однозначно то что хотелось бы послушать в машине сто процентов тойота хороший автомобиль не надо так что-то я катаю лексус и шара 50 ван мексика понимаю то что я цепляю тебя этим тёлки провожают взглядом нас когда мы едем 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 мои колеса крутятся четыре на четыре они все ненавидят как я еду на машины я выпрыгнул из таху потом пересел на здоровье и там меня не видно ведь я глухо ты не ровный мой кузов сел от сапу 808 6-литровый двигатель по полу я дедомер диски 20 дома и катки они большие они слышат как я еду пасе башет из машины я имею соус бэйби сайд на каждый день недели у тебя и стоишь хаус я хочу его проверить это моя эйбиси потому что эти где-то ты туле потянусь на тусу на двадцатых под любви я катаюсь хуру посмотри мы на тиви половинами вот кажется уже многие по выпускали треки своих машинах и обо всем таком мне кажется это самый крутой трек который я слышала о своих машинах или артам они спрятаты рубли они просят мой пристал и боя не даю запекли но вся дня не проработал с 9 до 9 свежий как дерьмо лил броя свежее чем фэшмен это тяжелый свек на мне ношу последний пэш я могу прожить тысячу лет на моем кэше а раньше жил с бабулей я не верю теперь это 10 бетро мэншен делай дуап мой пэш если ты хочешь чего-то мы про этот экшен нет бэйби ты не спешил ты не особенная хоу ты не первая кто видит изнутри мое а то мои колеса крутятся 4 на 4 они все ненавидят как я еду на машине я выпрыгнул из таху потом пересел на ровер это меня не видно ведь я глухо тонировал мой кузов сел от сапа 808 бампер 6-литровый двигатель по полу едет дампер диски 22 мои катки они большие они слышат как я еду баси башут из машины ну честно мне кажется это реально надо обладать каким-то огромным количеством фантазии умением правильно сделать вот эти рифмы потому что мы послушали уже пятый трек и вроде бы суть тоже о том что он имеет какие машины о девушках о том как он начинал с кем он жил но при этом это все равно слушается по-разному набор слов разные рифмы разные да как так можно вообще а начало шестого драка называется бензомагетон вообще в принципе кстати заметила что у всех треков очень интересный название ты это мне здесь только я один тогда кому ты нахуй обращаешься ты хочешь поиграть нас окей босс но мы тут не играем это бензоганг барсква 2023 скажи привет моему другу сука а Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Я ждал это долго, я ждал это так долго Белые форсы на мне того же цвета футболка Я тучусь как химанутый, когда я стою в клубе Покупая столько айса, стану бедным в натуре Это Бензо Магеддон 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 Так, подождите Я так понимаю, что это уже речь идет конкретно о тусовках И о том, как они там все разносят Так как они это все классно устраивают Вообще, я такой человек, я люблю больше дома посидеть Тусовки я как-то не особо часто посещаю Но послушать об этом прикольно Я влюбился в дур Все мои пачки делают твер Я ко мне признала, что я больше нравится Это Рэмми Бензи Китчен, малыш, тейпи, там шеф Эй, forget ready to rumble Я ебал эту шалаву пока ты делал mumble Вы сказали, я продался, вижу вас долбоебов Я продал один фикс от 15 миллионов Брики на брики, у меня брики Типа я на стройке, у меня брики На грязном надаку я придащил стики Лил мама без сожжения, о май гад, она фрики Они кратят, я пиздят, но я не верю их слухам Я не верю сукам, дал один этим сукам Они, они фексят, я не вижу, мне нужна лупа Твой бедный парень может превратиться в бедного трупа Я богатого трупа, и быть богатым так круто Бля, твой бэйби дэди, брок, распитый будто посуда Это был длинный путь, я пришел из дерьма Я на легенде, теперь все это было не зря Во-первых, я поняла для себя, что сразу за один раз весь альбом я послушать не смогу Поэтому я поделю на три части Это были первые шесть треков, которые мы послушали И потом каждый день или через день выйдет вторая и третья часть Это во-первых Во-вторых, у меня ощущения после прослушивания неоднозначные Почему? Потому что я не до конца уверена, что я правильно поняла то, что надо было понять Если нет, то обязательно в комментариях меня поправьте Опять же, с исполнителем я не знакома Единственное, что я подметила Что биг бэйби тэп говорит постоянно о том, как он изменился О том, какой жизненный путь он прошел и до каких высот он поднялся Но при этом не чувствуется, что будто бы он это говорит откуда-то свысока Ты будто бы просто слушаешь друга, который рассказывает, как классно у него получилось в этой жизни И он сам говорит, что просто быть богатым это круто Ну, конечно, это удобно и это абсолютно нормально И нет такого ощущения, что он кого-то осуждает Вот типа, я молодец, я добился, а вы нет Ну, кроме меркантильных женщин Но я их осуждать не буду, у всех своя судьба, так уж и быть Еще мне понравилось, что он сказал Что несмотря на все, он умеет определить людей, значит, которые рядом с ним С ним из-за чего-то или которые же по-настоящему Из-за самого него Но в целом классно Мне понравилось Это был такой интересный опыт для меня Вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего А мы встретимся в следующем видео Пока-пока Продолжение следует...